Новый выброс или очередные вбросы. Сегодня городские группы в соцсетях в очередной раз забурлили. Некоторые пользователи пишут о том, что в городе и в окрестностях опять нечем дышать. В комментарии споры, выяснения отношений. И все это накануне дня города Армянска, который был перенесен как раз из-за того самого инцидента. Исчерпан ли он или паника в соцсетях? Есть основания. Обсудим это с гостями в нашей студии. Василий Тележенко, глава администрации Армянска и Эдуард Журавлев, политтехнолог, директор пиар-агентства. Василий, что у вас там происходит? Почему опять паника? Мы перенесли, как вы уже сказали, день города Армянска у нас был 16 сентября. По ряду причин известных всем мы перенесли день города. И вот на завтра у нас запланированы мероприятия. Конечно, они не будут такими масштабными, как хотелось бы. Но тем не менее, будет проведен конкурс общественное признание. Открываются долгожданные наши объекты, которые жители города ждали. Это скейт-парк, это 3D кинотеатр, ну и так далее. Буквально позавчера, действительно, наши социальные сети забурлили. И поступает всевозможная противоречивая информация, что происходит в городе, нечем дышать и так далее. Но вы с этого города расскажите нам, есть чем дышать? Я хочу вам сказать, что буквально за последние два дня у нас на горячую телефонную линию поступило 11 звонков. Это не так много, как у нас. Мы вспоминаем ситуацию, которая была в начале сентября месяца, когда мы на телефонной и горячей линии получали за один вечер только порядка 600 звонков. То есть ситуация в городе на сегодняшний день стабильная. Город живет, продолжает жить своей жизнью. Никакой чрезвычайной ситуации в городе нет. И сегодня все предприятия, учреждения работают. Ситуация продолжает мониторить ситуацию наши контролирующие организации, которые до сих пор работают в городе. Это Роспотребнадзор, Росприроднадзор, это экологи наши. Ежедневно эта информация поступает, соответственно, в администрацию. Мы размещаем ее в средствах массовой информации. Василий, вы размещаете эту информацию там, а в социальных сетях размещают совершенно другую информацию. Я предлагаю посмотреть, попрошу режиссера вывести на плазму те сообщения, которые появляются в социальных сетях. Мы видим, что действительно люди переживают, говорят о том, что все плохо, все чуть ли не взрывается и прочее. Выбросы ожоги, дышать тяжело. Вы знаете этих людей? Евгений Константинов, Елизавета Захарчук, Тимур Джипаров. Город-то небольшой, знаете их? Ну, а часть людей мы знаем, часть имен, я думаю, они вымышленные, а часть людей, соответственно, мы знаем. Ну, вот часть людей, по сути, не живет в Армянске, я правильно понимаю? Да, вымышленные имена, да. Ну, вот у нас есть еще скриншоты авторов некоторых из сегодняшних заявлений, в частности, Волкова, да, некого Волкова вывели, да, некой Яны Бобинышевой. У вас есть сведения о тех людях, а вот об этих людях? Знаете ли их в Армянске? Нет, не знаю. Нет, не знаете, да? Видите, как бывает. Эдуард, ну вот, насколько я знаю, вы специалист по политтехнологиям именно, информационным компаниям. Вот как оцениваете достоверность информации от таких пользователей, по сути, странных аккаунтов, где нет друзей, да? Вот сразу видно, что нет друзей. Ну, все признаки внешние, что это аккаунт так называемых троллей и бот-сети, то есть он есть. Но тут мы видим, что, в общем-то, и просмотров-то не так много у этой страницы, там всего 75. То есть для человека реального это очень мало, реального, который пишет о проблеме. Но тут, кроме соцсетей, что, так как мы постоянно, то есть моя компания постоянно делает медиаклиппинг по прессе Украины, то есть мы видим, что, в принципе, вот эта информация, которая идет сейчас в медиа, по-армянскому, в украинском сегменте медиа, она идет по той же самой сетке, как это было в ситуации с Кузбассом, когда у нас была трагедия в Кузбассе. То есть сетка используется та же самая. То есть был бы повод, да? Был бы повод, и самое главное, видно, что это спланированная вещь. То есть это видно, что используются те же люди, те же сетки. То есть это, ну, сетки кому-то принадлежат. А по армянску вы мониторили подобного рода ситуации? Мы не мониторим в армянске, мы мониторим по Украине. По новости в целом, да? Да. Вы же сами работали во многих политических заказах, направлениях, так скажем. Есть информация, что еще в Екатеринбурге вы сотрудничали с некоторыми деятелями несистемной оппозиции. Вот сами же занимались такими выбросами? Нет, все-таки тут, понимаете, тут вопрос же в ответственности, да? Во внутренней ответственности. И вот то, что мы сейчас видим, то есть в принципе, как вот правильно сказал мэр города, что часть людей – это реальные люди. Но то, что общая психологическая ситуация в городе, она способствует тому, что акценты начинают передавливаться. То есть когда мы видим, что, ну, вот, может быть, и надо по выдержанию, может быть, и нет такого повода. А сейчас происходит все-таки накрутка, идет накрутка. Почему? Потому что люди уже настроены на то, что у них есть тревожное состояние. Они с этим состоянием живут уже не один месяц. Поэтому я думаю, что здесь есть сочетание нескольких факторов. То есть первый фактор – это работа внешних акторов, то есть тех акторов, которые находятся на Украине. Потом общий настрой тревожных людей. И плюс безответственные местные, там, общественные деятели, политики, которые, ну, может быть, у них и нет никаких плохих там мотивов, но просто они передавливают, потому что вот они по-другому не умеют. Спасибо, Эдуард Васильев. Ну, вот, есть люди, я сам лично смотрел, заходил на их страницы, госпожа Пивовар, да, где-то когда-то вице-мисс города Армянска. Ну, вот, женщину можно понять, да, у нее там дети, она переживает за их здоровье. Есть депутат, да, вот, кстати, за моей спиной сейчас профиль Екатерины Пивовар, где она говорит о том, что какая разница, что говорят о тебе за спиной. Ну, да, это стандартный женский статус, и в любом случае человек оказывается, видимо, там, да. Но, вот, есть еще депутат Мохов, депутат Мохов, который, по сути, должен где-то, наверное, гражданам подсказывать, информировать, да, где-то может успокаивать, если есть на то необходимость, но по факту он призывает их собраться, сфотографироваться в масках, чтобы показать весь масштаб конфликта. А что не сложилось с депутатом? Ну, вы знаете, на самом деле, вот, если говорить о депутате нашем Мохове, есть вот люди, вот, и в социальных сетях, и жители нашего города, и часть не жителей, вот, но они предлагают реальные конкретные вещи какие-то, да, если, ну, свои предложения. Ну, а в чем же конкретные вещи выйти в масках, сфотографироваться? Я сейчас не о господине Мохове, он вот как раз за время, за свою бытность с депутатом, ни одного такого предложения не внес, то есть его даже сегодня, он призывал жителей сегодня прийти, мы сегодня встречались с мамами, как раз они приходили с детьми, проводили, была такая достаточно серьезная встреча, но вот он внизу, по-моему, к нам даже не поднялся. Ну, вот так раз говорите мягко, давайте называть вещи своими именами. Он провокатор? Да, я считаю, да. То есть он сегодня, пользуясь ситуацией, вот, призывает людей на какие-то непонятные, непонятные вещи. Ну, и, понимаете, ведь на самом деле сегодня люди в городе действительно живут уже не один месяц с этой проблемой, так сказать, и переживают. Это благодатная почва для таких горе-политиков, по-другому не скажешь, да, которые ничего в своей жизни не сделали, но вот пользуются вот такими призывами. Ну, и действительно, люди сегодня переживают, будут ли работать городообразующие наши предприятия, что будет с нашим кислотонакопителем, последствия здоровья. Вот сегодня мы практически... Последствия здоровья, да, тем важнее вернемся к госпоже Пивовар, да, чей профиль... Я снова попрошу его вывести на монитор, чей профиль и я лично просматривал и смотрел ее сообщения. Насколько я знаю, она вот дает откровенно комментарии украинским СМИ, которые мы знаем, как относятся к тому, что происходит в Крыму, был бы повод за что-то зацепиться, и даже решила покинуть Армянск. Вот, вот, по сути, если... Да, сейчас профиль, снова профиль вот госпожи Пивовар, да, неважно, что она там пишет, кто где окажется, это мы уже находили там большое количество мова украинской, это понятно, но, тем не менее, вот, по сути, человек, который не сведущий, не профессионал, да, в этой области, который не делает каких-то замеров, но, тем не менее, дает интервью украинским телеканалам, телеканалы, все мы знаем, как вещают, да, на крымскую тематику, и она даже не сменила в своем профиле телефон, да, с украинский на российский, я думаю, что это о чем-то говорит. Вот в этом случае, а многие ли, в принципе, жители Армянска собираются уехать, или уже уехали? На сегодняшний день, ну, категория людей, которые собираются уезжать или уехал, она незначительная, но все-таки сегодня самый главный фактор, это мы тоже должны, как бы, об этом говорить, люди хотят понимания, все-таки, что происходит, что будет в дальнейшем с нашим градообразующим предприятием, я уже говорил об этом, потому что на заводе работает около 4 тысяч человек, вот, и все хотят развития событий, то есть, что дальше будет с кислотонакопителем. Главный вопрос, который вот сегодня прозвучал при встрече, будут ли повторные выбросы? То есть, я уже сегодня говорил на встрече, и хочу повториться, что на сегодня разработан план мероприятий, дорожная карта, которая предусматривает два направления. Первое направление это... Василий, ну вот коротко, будут или не будут? Если будет соблюдаться, сейчас будет утверждена дорожная карта, и она будет соблюдаться, я уверен, что этого больше не будет. Эдуард, если говорить, продолжать тему всевозможных, там, или реальных людей, или ботов, да, мы не знаем, не будем откровенно обвинять людей в том или другом, но, тем не менее, опять же, брать во внимание специфику вашей работы, сколько стоит, вот, допустим, там, условно, я бот и решил что-то написать, и говорю вам, Эдуард, я, мол, могу подработать, сколько будут стоить мои услуги? Это будет зависеть от того, сколько вы ботов будете вести, потому что один человек ведет, там, до 10, 20, 30 ботов, и плюс это качество сетки, то есть, опять же, насколько мы, вот, мы сейчас посмотрели, и с первого взгляда сказали, что вот, скорее всего, это бот, да, но может же бот быть такой, который уже, вот, мы посмотрим, скажем, ну, наверное, это все-таки... Прокачанный бот, да? Прокачанный, да, что, наверное, это все-таки какой-то и человек, и вот интересный человек, ведь он что-то говорил, вот еще до этого говорил, интересное, и, кстати, я считаю, что вот сейчас, вот, то, что мы видим в Армянске, вот, как раз, вот, использование именно прокачанных ботов, почему? Потому что тут ситуация такая, все-таки это не частная история сегодняшняя Армянска, а это история Украины и России, вот, тот конфликт, который... Так, но в эту полосу мы еще вернемся, я сейчас хочу продолжить тему... Это очень долго будет идти. Есть, есть какие-то фейковые страницы, аккаунты, да, там, это может быть, там, любая социальная сеть, есть так называемые блогеры, да, здесь уже, как бы, ориентация, наверное, на более широкие слои населения, да, блогерам принято доверять, люди, которые говорят правду, но мы знаем некоторых из них, не будем называть фамилией, которые в том числе пиарились и на теме Армянска, лично видели тех, которые приезжали, допустим, в Армянск осветить эту тему? Вы знаете, я вам скажу так, я знаю, кто освещал тему по-армянску из крымских блогеров, я знаю, что, например, на предыдущих выборах и в Государственной Думе в том числе эти блогеры пытались стать депутатами. Депутатами где? В Крыму. В Крыму. То есть называть их блогерами, это говорит, что, ну, это полправды, то есть вся правда, это люди, которые хотят построить свою политическую карьеру, используя инструмент блогинга для того, чтобы получить свою известность. Василий, а вот насколько Армянск был популярен среди блогеров до этого? Видели ли вы кого-то из вышеперечисленных, да, фамилии, все мы знаем, не будем называть, потому что, я думаю, это не место, где стоит называть такие фамилии. Да, некоторых из них, да, они присутствовали и раньше у нас. Время от времени всплывали, как бы, какая-то горячая ситуация, какая-то, они тут, как тут были и раньше. Ну вот, что бы вы ответили этой девушке, да, я сейчас говорю про госпожу Пивоварову, которая вот в украинских СМИ дает комментарии о том, что в Армянске все плохо, боится за детей и готова уехать оттуда. Мягкое слово. Я бы ответил очень просто, что сегодня на самом деле ситуация находится на разных уровнях контроля, начиная с городского, заканчивая республикой, даже и федеральными всеми надзорными органами, которые контролируют ситуацию. Поэтому, еще раз говорю, что все данные всех Роспотребнадзора, природоохранных, министерств и всех остальных, они сегодня достоверны, и мы размещаем эту информацию вот точно в таком же виде, каком мы ее получаем, ничего не добавляя, ничего не убавляя. И хочу сказать, я уже об этом говорил сегодня, о том, что информация, которая размещается, люди, которые ее размещают, они несут ответственность, вплоть до уголовной. Поэтому никаких подтасовок или изменений каких-то данных. Василий, но и людей, объективные люди можно понять, когда ты не знаешь условно все до конца, люди переживают, они, конечно, могут нагнетать где-то панику. Разве нет? Но вот к вам приходит бабушка какая-нибудь или любой житель Армянска, спрашивает, а что, собственно, вы объясняете? Да, вы знаете, вопрос, который сейчас задали, очень актуальный на сегодняшний день. Люди требуют больше общения. Вот у нас буквально на прошлой неделе работали две недели, ряду работали депутаты Государственного Совета, которые практически были во всех дворах. Вот выходили просто на предприятия, учреждения, встречались с людьми на придомовых территориях, общались, то есть определили ту проблематику и те вопросы, которые сегодня волнуют жителей. Я о них уже говорил ранее. Это и медицинское обслуживание. Вот сегодня, благодаря решениям и республиканского штаба, и указаниям... Спасите, но это не та тема, да, как бы мы можем дальше говорить. Здесь вопрос, видите ли вы украинский след, наверное, в освещении этой темы, и готовы ли вы в случае необходимости обратиться к спецслужбам? Вы сами только что уточнили о том, что люди могут нести уголовную ответственность за это. Ну, поскольку мы находимся на границе, то, соответственно, такой след, он явно просматривается, явно просматривается. Ну, территории наши, граница есть граница, и раньше, в общем-то, территории сопредельного государства, у нас часть людей уехала туда, поэтому явный след, соответственно, он просматривается. Ну, большое количество украинских сайтов, которые действительно, некоторые очень известные из них, которые уже буквально на слуху, и все мы знаем, что если мы открываем этот сайт, то даже нет смысла верить, а читаем просто ради смеха. Вот, допустим, Крымреалии, да, обозреватель, обозреватель здесь у нас, да, на улице Ад Армянск снова накрыло кислотой, люди в панике. Да, и таких, таких огромное количество информации, новостей. Вот снова Армянск покидают врачи, в городе ждут медпомощи, не верят в диагнозы. Василий, все это было вчера, уже вчера, до того, как активно начали эту тему распространять в социальных сетях даже обычные граждане. То есть, можно ли говорить о том, что, Эдуард, наверное, в большей степени к вам вопрос, что здесь работа, так скажем, наших оппонентов, она была первоочередной, а паника, вторая волна паники жителей города уже возникла в результате такого рода публикаций? Ну, конечно, то есть, вы же знаете, как работает любое СМИ, то есть, у тебя всегда есть график событий, которые должны произойти. И как раз вот ожидаемый день города Армянска, но мы вынуждены были ждать это. Как бы нам не хотелось, мы бы прогнозировали, что вот это будет. Вот оно произошло. Тем более, что, если говорить о бюджетах, то это стоит достаточно недорого. И как бы вот вызвать панику у людей, которые пострадали, которые чувствуют беспокойство за своих родственников, достаточно легко. А вот то, что мы видим, это скоординированность, это одномоментность, это выдвижение одинаковых тезисов, это по большей части пустые комментаторы, то есть, комментаторы, которые не знают фактологию, не разбираются в этом. Но у них есть какие-то громкие там, вот, мисс Армянск. Но она, конечно, знает, что такое экология в Армянске, какие анализы сейчас... Ну, каждая мисс обязана это знать, насколько я знаю, помимо сочетания цветов в платье. Эдуард, ну вот я хотел бы у вас уточнить, да? Действительно, и Василий это подтвердил, что люди в Армянске, они все-таки, у них есть какое-то не до конца понимание ситуации. Собственно, поэтому они приходят и уточняют, да? Вот можно ли скрыть правду? Как думаете, в наше время, в век информационных технологий, когда у каждого есть телефон, у каждого есть планшет, у каждого есть интернет, в конце концов, можно ли скрыть реальную правду, то, что реально происходит в Армянске? Скрыть правду нельзя, правду можно зашуметь. То есть, собственно говоря, что сейчас и делается, то есть мы видим, что вот этот вот информационный шум, его цель именно вот убрать позитивное, вот именно вот этим негативным шумом, которого много, который абсолютно вот не сфокусированный. То есть человек не может подумать и оценить этот шум. Он его получает с разных сторон, там нету фактов, там нету того, что подвергалось бы анализу. Просто есть шум. И вот этот шум, он забивает правду. То есть, что бы вот Василий не говорил, что вот мы там пытаемся донести, то есть единственный вот работающий сейчас вот канал информации, который я понимаю, это именно те депутаты, которые пришли во двор. Вот это канал информации, вот это живой человек, он пришел и с ты с ним разговариваешь. Ну да, если было все плохо, никто туда не поехал, по сути. Да. Но тем не менее, мы услышали, увидели, украинским СМИ, безусловно, в кавычках стоит доверять, да, о том, что у вас медицины в Армянске не осталось и прочее, но тем не менее определенные негативные тенденции есть. Вот сейчас сколько стоит квадратный метр жилья в Армянске? Упало, правда цена? Сегодня цена, наверное, упала, я не мониториваю в этом случае ситуацию, но не думаю, что она... Мы сегодня, кстати, проговаривали этот вопрос, что если есть люди, которые поддаются панике и пытаются продать срочно свою квартиру, то таких практически единицы. Эдуард, ну вот по сути вернемся к нашим блогерам, да, одиозным, либеральным блогерам, которые мало кто из которых работает, если по сути они всей общностью не работают, но тем не менее ездят на дорогих машинах, покупают дорогие квартиры, хорошо отдыхают. Вот, видимо, неплохо платят. Сколько можно заработать на компании такого рода? Все зависит от заказчика. Ну, в принципе... Ну, я думаю, заказчик состоятельный. Если заказчик состоятельный, то позволяет покупать именно такую дорогую машину. Да. Может ли таким заказчиком быть Украина? Может быть даже... Или Украина может быть посредником заказчика? Она может быть заказчиком, она может быть посредником. И более того, тот блогер, который пишет, он может и не знать, что у него такой заказчик. И даже другая ситуация. Он даже может не получать за это денег, он может получать так называемые инсайды. То есть на хайпе, да, он сейчас это называет? Инсайды. Нет, то есть ему дают какую-то вот информацию, которая вот сейчас вызовет хайп, да. То есть та информация, которая эксклюзивная. Откуда он ее взял? Ну это уже вот... А как она попала к нему? Он, как правило, не задает вопрос. Потому что люди, ну они вот в этом, они варятся, им надо быстро-быстро написать. И почему... Чем блогер отличается от СМИ? Он не проверяет информацию, не дает вторую точку зрения. Он дает одну точку зрения. И вот эта одна точка зрения, кем она ему подсунута, откуда он взял этот инсайт, мы не знаем. И зачастую вот, ну, то, что вот я вот анализировал, видел, и мы сталкивались с этим очень много, ну, это лживая информация, и видно, откуда она пришла. То есть видно. Ну, тем не менее, я думаю, стоит открыть глаза правде, да, и понять, что все-таки здесь в большей степени работают, учитывая технологию, да, и качество исполнения, работают не только украинские СМИ, но и, наверное, иностранные. Мы знаем, о каких именно направлениях говорим. Ну, это уже дело спецслужб, но то, что мы видим, то, ну, естественно, сейчас Россия находится в той внешнеполитической ситуации, то есть ситуации, ну, давайте говорить прямо о гибридной войне, и как бы один из элементов, один из главных элементов гибридной войны, это как раз информационная война, пропагандистская работа, которая ведется, и те инструменты, которые сейчас доступны всем нам, да, то есть тот же Фейсбук. Эдуард, ну, вот я хочу сказать, что вы в свое время на своем аккаунте в Фейсбуке заявляли, ну, достаточно скептически относились к заявлениям крымских властей о том, что по предыдущей ситуации в Армянске, о том, что действуют украинские тролли, информационные диверсанты разгоняют панику. Почему сейчас вот мнение изменилось? Нет, оно у меня не изменилось, я просто вижу информацию. То есть еще раз хочу сказать, что так как у меня с работой, мне надо понимать контекст, который происходит на Украине, мы постоянно мониторим СМИ и соцсети украинские, то есть моя компания. Я читаю эти медиаклиппинги. А как вы на этом зарабатываете, мониторя украинские СМИ? Я заработаю не на этом, я зарабатываю на том, что я предоставляю пиар-услуги своим клиентам, которые имеют бизнес. То есть вы просто оцениваете рынок? Нет, которые имеют бизнес как в России, так и в Украине. И, к сожалению, ситуация такая, что когда мы создаем любой продукт, даже пресс-релиз, элементарный пресс-релиз для компаний, которые работают в России, мы должны учитывать, как это отзовется на Украине, если у них там есть бизнес. Потому что у меня есть реальные перед глазами примеры, когда люди, имеющие бизнес и здесь, и там, там страдали от того, что они в Крыму работают. Вы как профессионал, вот коротко посоветуете что? Верить подобного рода публикациям или игнорировать их? Да я вообще считаю, что верить никому нельзя. Надо просто иметь критическое восприятие и надо понимать, во-первых, откуда эта информация берется, надо трезво ее оценивать. А почему именно сейчас? Почему именно в таком накале? А самое главное, а где факты? И где вторая точка зрения? Потому что верить никому нельзя. Верить мне нельзя. Василий, действительно, накал есть. И мне бы хотелось понимать, при таких условиях будет ли у вас День города? Собираетесь праздновать? Да, однозначно. Мы его собираемся провести. Он не будет таким масштабным, но завтра эти мероприятия все пройдут. Потому что, если говорить о конкурсе общественное признание, это люди, которые, в отличие от некоторых, люди, которые что-то сделали значительное в течение года для нашего города. Поэтому, почему отменять такое мероприятие? Почему отменять мероприятие, о которых я говорю, скейт-площадка, 3D-кинотеатры, которые ждали наши дети? Почему это отменять? Поэтому мероприятие завтра однозначно состоятся. Василий, получается, что хотели отнять праздник у жителей Армянска? Думаю, да. Думаю, да. Потому что, пока не была размещена информация о том, что будет проводиться День города, ничего и подобного не было. Только после того, как мы разместили информацию, она прошла. Ну, буквально после этого и началась вся эта процедура. Это в который раз доказывает, наверное, что у нас действительно в активной фазе находится не только война гибридная, но и информационная война. Господа, я вам желаю удачи, вам хорошо отпраздновать, Эдуард, вам, наверное, хорошо заработать. Вот. И, господа, я напоминаю, обсуждали ситуацию по Армянску. Увидимся с вами в этой же студии уже в следующий вторник и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова